Библейский портал экзегет.ру представляет Вера от слышания, ослышание о Слову Божие Пишет апостол Павел в послании к гримлинам, 10 глава, 17 стих Доброе время суток, уважаемые читатели, слушатели, все любящие чтение Слову Божие На интернет-портале экзегет.ру Мы с вами продолжаем исследование книги Исход И мы читаем 19 главу Мы видели в предыдущих главах, как народ израильский, выйдя из египетского рабства Путешествует по пустыне И вот он подходит к главному событию в его жизни И в жизни израильского народа Да не только израильского, а в жизни всего человечества В той горе, где будет даны ему 10 заповедей Где Моисею Господь является и дает ему свои наставления и увещевания И мы читаем с вами 19 главу В третий месяц по исходе сынов Израиля зиме египетское и в самый день новолуния Пришли они в пустыню Синайскую И двинулись они из Римфидима и пришли в пустыню Синайскую И расположились там с Таном в пустыне и расположился там Израиль с Таном против горы Моисей зашел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, говоря Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым Вы видели, что я сделал египтянам и как я носил вас как бы на орлиных крыльях И принес вас к себе Итак, если вы будете слышать согласы моего и соблюдать завет мой То будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля И вы будете у меня царством священников и народом святым И вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым Они подходят к горе Синайской, где, как уже было сказано Будет дано им откровение Божие, выраженное в десяти заповедях И Господь здесь говорит Моисею, что вы видели, что я сделал египтянам И я вас, говорит, привел к себе и носил в четвертом стихе на орлиных крыльях И принес вас к себе Удивительный образ, который здесь дает Господь Моисею и нам для понимания, как Бог приводит нас к себе Он нас через море житейское, это через искушения и скорби проводя Подобно тому, если кто-то видел, как, например, орлица учит летать молодых своих птенцов Это происходит следующим образом Она выталкивает птенца, который боится Вы знаете, что орлы, они вьют свои гнезда на высоких скалах, в недоступных местах И вот она выталкивает, когда он уже видит, что пришло время, он способен лететь Ну, ему, конечно, не хочется, ему там так хорошо Зачем летать, когда еду носит, в общем, тепло Но время приходит, нужно расправлять крылья И тогда, когда удается это сделать, орлу и орлихи, они выталкивают его И вот он летит, кувыркается, у него еще не получается Он то махнет крыльями, то постарается ловить поток воздуха Но так как нет навыка, он снова стремляется вниз И интересно, что вот по очереди и орлицы, и орел, они как бы подлетают под него Ну, то есть они контролируют ситуацию Когда видят, что ситуация сейчас может закончиться тем, что он действительно жизнью подвергается некой опасности Они как бы раз подставляют спину и снова его подхватывают И опять заносят на высоту выше, выше, поднимают, поднимают, поднимают И потом ему там хорошо, он там как крылья махает, пытается, пытается А потом его опять как бы соскальзывает, опять бросает, он опять И вот так вот учат летать Поэтому есть вот такое понятие, как орлята учится летать Хотя это из другой оперы, но тем не менее Это действительно образ такой, взятый из священного писания То есть для того, чтобы научиться летать Необходимо выйти из своего состояния, от того, к которому человек привык жить Необходимо выйти из того духовного нечестия, духовного вакуума Потому нельзя совместить образ жизни христианина Прилепить его как-то механически к прежнему образу жизни Об этом Господь Иисус Христос говорит Нельзя к ветхой одежде приставлять заплату из небелёной ткани Либо одежда порвётся, и ткань она будет бесполезна Нельзя вливать, говорит, молодого вина в мехи ветки Либо и мехи порвутся, и вино вытечет То есть пользы не будет ни для того, ни для другого Поэтому здесь Господь напоминает, он говорит, я носил вас Я уже научил вас, в общем-то, летать Поэтому вам пора уже, время такое, что вы уже готовы воспринять Слово Божие и Божественное Откровение Например, апостол Павел в посланиях говорит одной из церквей Что я думаю, что для вас уже пора давать вам твёрдую пищу Но вижу, что для вас пока нужно словесное молоко То есть, действительно, когда мы в христианской жизни проходим сквозь какие-то, снова повторю, искушения, скорби Какие-то печали с точки зрения человеческой Нам кажется, зачем Будем всегда помнить, что Бог учит нас и испытывает для того, чтобы укрепить веру И для того, чтобы мы были способны воспринять твёрдую пищу Божественного Откровения Которое необходимо для того, чтобы нам наследовать в дальнейшем Царствие Божие Итак, мы видим, что вот этот образ, он не случайен Господь как бы говорит Моисею, что я учил вас и я носил вас как бы на орлиных крыльях Тут я вам пока помогал А теперь вы уже должны приступить И начать, уже народ должен приступить Передай народу, что он готов к принятию Божественного Откровения И пришёл Моисей и созвал старейшего народа И предложил им всё, как мы читаем в 7 стихе, все слова, которые заповедал ему Господь И весь народ отвечал единогласно, говоря, всё, что сказал Господь, исполним И донёс Моисей слова народу, народа Господу И сказал Господь Моисей, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою И поверил тебе навсегда И Моисей объявил слова народа Господу И сказал Господь Моисей, пойди к народу, освети его сегодня и завтра Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню Ибо в третий день сойдёт Господь перед глазами всего народа на гору Синай И приведи для народа черту со всех сторон и скажи Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве её Всякий, кто прикоснётся к горе, предан будет смерти Рука да не прикоснётся к нему А пусть побьют его камнями или застрелят сырло и скот То или человек да не остаётся живых Во время протяжённого трубного звука могут они зайти на гору И сошёл Моисей с горы к народу и осветил народ И они вымыли одежды свои Мы видим, что даётся такие повеления, как омовение одежд Даётся повеление такое, как провести черту В дальнейшем, я вас призываю всегда читать, далее вместе со мной Будет сказано о том, что и в какое-то время и к жёнам Три дня они не должны были входить То есть мужчины должны были приготовиться к тому, чтобы подойти И принять то, что Господь им откроет о себе Итак, что значит омовение одежд? Мы в Новом Завете часто встречаем этот образ Ну, например, о брачном пире Что такое брачный пир? Ну, это свадьба Когда мы с вами готовимся, например, на свадьбу Ну, это только человек совершенно бескультурный Либо просто гордый или нигилист какой Придёт там, в какой одежде ему хочется Есть определённый, то есть, этикет Люди знают, что надо прийти, ну, по крайней мере, в приличной одежде Там не в шортах, там и не с какой-то непонятной майки, в которой он спит Поэтому здесь говорится о том, что для определённого места Пребывания даже человеков на земле есть определённый этикет Например, священнослужители у нас носят одежды определённые Например, в какую-то компанию устроился человек Ему говорят, что у вас должна быть вот такая вот одежда Даже вон в Макдональдсе, и то смотришь, они все в одинаковом униформе У нас иногда люди говорят о том, что Ну, почему я в храм должен ходить в какой-то одежде, там, подобающей этому месту Мне хочется так, и мне хочется эдак Там женщины говорят, а мне, может, и в брюках А что здесь такого, зачем эти платки и всё остальное Но так может рассуждать только человек Для которых нужна не твёрдая пища, а пока ещё чисто словесное молоко Ему нужно всё объяснить, всё растолковать и рассказать Что своим поведением человек иногда и своим даже видом Может ввести другого человека в смущение и в искушение Поэтому, как говорится у преподобного Амросия Оптинского Надо жить не тужить, никому не досаждать, никого не обижать и всем моё почтение Это так, но запомним мы это слово, никого не обижать Иногда своим непристойным видом мы можем вести человека в искушение А сказано, кто соблазнит одного из младших, из малых сих, вроде всем Тому лучше бы не родиться То есть тот будет наказан Поэтому будем не только думать о себе Это опять признаки гедонизма, о котором мы говорили в одной из бесед А будем думать и о других, о людях, которые окружают нас И здесь это вот в таком обычном смысле Но этот смысл также о одеждах говорит и о духовных одеждах То есть во что обличётся наша душа Каков будет наш разум, каковы наши будут чувства, каковы наши воли То есть, когда есть притча, о которой я сказал чуть выше, упомянул О брачном пире, там, конечно, имеется в виду не просто одежда, в которую человек пришёл в какое-то общество Имеется в виду духовные одежды Приучил ли человек свой ум одевать в слова Священного Писания О котором преподобный Серафим Саровский говорит, что ум у вас должен как бы плавать То есть постоянно находиться в словах Евангелия Приучил ли человек свои чувства, о которых Господь Иисус Христос говорит Что у вас должны быть те же чувства, апостол Павел пишет У вас должны быть те же чувства, не как в Иисусе Христе Или, например, Господь говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный То есть приучил ли человек свою волю по молитве «Отче наш», где сказано Да будет воля твоя, яко на небесе и на земле Оделся ли каждый из нас в эти одежды Или мы стараемся войти в Царствие Божие, как-то пролезть в Него каким-то другим путём Но Господь от таких людей говорит, что те люди, которые не входят Он говорит, пространен путь и широки врата, ведущие в погибель И узок путь, ведущий в Царствие Божие, и немногие находят его А те люди, которые хотят перелезть как-то другим путём попасть в Царствие Божие Кроме веры в Иисуса Христа, исполнения Его заповедей и соединения с Ним в таинствах Это Он сам говорит, те воры, сути разбойники, которые хотят перелезть через ограду Или подкопать где-то там под дом или под оградой Вот одежда – это праведность нашей души Поэтому насколько много внимания мы уделяем Слову Божию, Его чтению Будем помнить, что Слово Божие освящает человека И далее мы видим, сказано, чтобы быть готовым к третьему дню И третий день сойдёт Господь перед глазами всего народа на гору Синай Далее сказано о одеждах, а теперь мы также упомянули о том, что сказано проведи черту, говорит Моисей То есть не все люди могут заходить, приступать определенную черту Опять же, снова и снова повторю, это связано не с тем, что Господь что-то нам не хочет открыть Это связано с нашим восприятием Не все люди могут воспринять, как, например, младенец Нельзя его кормить сразу сухарями или давать ему щи Или заговлять его холодцом, как это делают православные перед Великим постом Он маленький, ему в любом случае нужно только молоко или только кашка Поэтому здесь тоже есть определённая духовная пища, которая не для всех И не каждый может его воспринять И Господь, видя это, говорит, что проведи черту И не все должны заходить за определенный предел своего восприятия Чтобы не впасть в состояние такой прелести Или в состояние духовного непереваривания той духовной пищи, которую Господь собирается дать Далее также говорится о том, что и в три дня не каждый И сказал Господь народу в 15 стих Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам Это тоже вопрос, на мой взгляд, очень интересный и важный, на самом деле, для такого разъяснения В Священном Писании апостол Павел говорит, что во время поста Всякие, как нас учат отцы церкви, всякие супружеские отношения, они должны быть прекращены Но Иоанн Златоуст, и Григорий Богослов, и Паисий Святогорец, почитайте, о отношениях между супругами Они пишут, что все должно, как и апостол Павел, быть по согласию То есть муж не имеет права уклоняться от супружеских обязанностей, даже во время поста И жена не имеет права И все, почитайте снова-снова, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Паисий Святогорец, Григорий Богослов, Григорий Низкий Они пишут все в один голос, как и апостол Павел Все у вас должно быть по согласию, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим Чтобы муж не искал по невоздержанию своему по слабости, и жена не искала Но если вы договорились во время поста, например, так учит, например, святитель Иоанн Златоуст Он говорит, если вы договорились, то сдерживайте свои обещания по отношению друг к другу То есть обговорите, какая там первая седмица, но потом Это очень важный вопрос, многие так как бы улыбаются, что это не совсем то, что какие-то духовные вопросы Но в семейной жизни это очень важно То есть если говорить вообще о церковной жизни, у нас есть такой путь, как монашество, мы знаем И вот здесь святитель Иоанн Златоуст пишет Девство, говорит, это высота, брак это чистота, а блуд это нечистоты И прелюбодеяние это, в общем-то, грех Поэтому, чтобы не было этой крайности, очень важно это понимать Господь дает здесь такое повеление, он говорит, три дня воздерживайтесь А дальше уже это особое было приготовление А дальше, как пишет апостол Павел, что все должно быть у вас по согласию И далее мы с вами читаем, что И вывел Моисей народ из Тана в встретение навстречу Господу И стали у подошвы горы, гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась И звук трубный становился сильнее и сильнее Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом И сошел Господь на гору Синай, вершину И призвал Господь Моисей на вершину горы И взошел Моисей и сказал Господь Моисей Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господь, видеть его, чтобы не пали многие его То есть из него От священника он говорит, приблизьтесь ко мне У каждого человека, у священнослужителей свои священные обязанности У церковнослужителей свои обязанности На что здесь еще нужно обратить внимание в 19 главе Что Господь всегда является, как мы видели Сначала Он явился в облаке густом, 9 стих Теперь Он является как в неком огне То есть мы с вами говорили об этом Мы будем более подробнее говорить, переходя к 20 главе книги Исход Где сказано о том, что не твори себе кумира никакого изображения Это очень важные стихи Не поклоняйся им, не служи им Но мы видим, что Господь везде является видимо Бог является везде видимо Потому что человек, он не абсолютен А подобное познается подобным Поэтому Бог, как бы скажем, умаляется Как и Господь Иисус Христос Пришел во плоти Сказано, уничижил себя и принял зрак раба То есть греческое слово кинозис Для чего? Для того, чтобы человек был способен воспринять Бога Невозможно воспринять абсолют через какое-то материальное вещество Будь то огонь, будь то столб огненный, который сопровождал народ израильский Будь то облако густое, из которого Господь говорил народу По той причине, что и Господь явился во плоти И сказано, велика благочестие тайна Великое благочестие тайна Бог явился во плоти Это все делается для того, чтобы мы могли воспринять божественное откровение Так, как Бог хочет его выразить по отношению к нам Так, как он как бы умаляет себя, дабы мы могли его воспринять И далее мы с вами видим Здесь сказано, священники же, приближаясь к Господу, должны осветить себя Чтобы не поразил их Господь Видите, здесь говорится об особом священническом служении Которое мы увидим, что в дальнейшем будет предписание Как оно устанавливается Кто будет священником народа израильского Это все очень важные вопросы Которые в дальнейшем в книге «Исход» будут раскрыты более полно Они касаются иерархии священноначалия, иерархии ценностей, вообще как таковых